Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самарского университета на российском и международном уровне говорили на стратегической сессии губернатор Николай Меркушкин и специалисты Московской школы управления Сколково, а также заместитель председателя Совета по повышению конкурентноспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров программа 5.100 Андрей Волков. Речь шла и о разработке новой модели Самарского университета на ближайшие 10-15 лет. Проректоры, руководители институтов, деканы факультетов научной элиты страны. В общей сложности 67 человек решали, как сделать Самарский вуз востребованным для студентов со всего мира. Работа предстоит серьезная, не скрывают эксперты. Сам факт того, что аэрокосмический университет, сейчас университет находится в этой программе, ну это большое достижение. В стране 650 вузов и всего 21 входит в эту элитную группу. Это очень тяжелая группа, там очень тяжелая. И в этом смысле мало регионов имеют университеты в этой группе. С другой стороны, это очень тяжелая нагрузка. И уже внутри этой группы высочайшая конкуренция с ведущими вузами страны. И, конечно, соревноваться с ФИСТЕХ, АМСМИСФИ, Высшей школой экономики, Новосибирским госуниверситетом. При всем том, что это хороший университет самарский, аэрокосмический самарский университет, очень трудно. Ведущие вузы страны, входящие в 5.100, сделали колоссальные шаги вперед по сравнению с другими университетами. И основная задача таких стратегических сессий – поддержать заданный темп и по возможности ускорить движение. Основное внимание – мировым трендам инженерного образования. Отдельным блоком обсудили региональную ответственность вуза. В частности, было озвучено, что одна из главных миссий университета – формирование новой элиты общества – производственной, инновационной, управленческой, кадровой. Если мы не будем доминировать и двигать страна, не будет доминировать в технологиях, хоть там, условно, какой-то там процент в технологиях страна наша будет доминировать, если мы не будем нигде доминировать, то надо иметь в виду, в том числе юристы нас обслуживать будут, китайские. Китайские. Они придут своими технологиями, они придут со своими юристами, придут со своими экономистами, придут со своим полностью, со своей командой. Китайцы, подход у китайцев такой. По мнению участников дискуссии, необходимо привлекать в вуз талантливую молодежь, в том числе и за рубежа. Не менее важно привлечь к учебному процессу ведущих представителей науки. Важно делать все, чтобы уменьшить отток талантливых абитуриентов из региона. Работа с одаренной молодежью должна вестись со средних классов школы. Что касается университета, чтобы удержать позиции вуза в программе 5.100, нужно оставаться в аэрокосмической тематике, поскольку такой компетенции не имеет ни один российский вуз, а это направление востребовано в США, Европе и Азии. Виктория Шаре, События. Наладить разыскную работу, усилить охрану порядка – главные задачи полиции. Об этом рассказал новый начальник областного главка Александр Винников на встрече с руководителями самарских СМИ. По его словам, больше всего преступлений – это распространение наркотиков и уличные грабежи. А вот обманутых дольщиков в регионе становится меньше. Такие дела, говорит главный полицейский области, расследовать особенно сложно. На проведение всех необходимых экспертиз может уйти больше года. Прежде чем возглавить полицию 63-го региона, Александр Винников стоял на страже порядка в Санкт-Петербурге и в Магаданской области. Новым местом работы генерал остался доволен. Особенно полицейского впечатлил исторический центр Самары и памятники культуры. Те временные неудобства, которые сейчас в городе есть, это временные неудобства. Поэтому их надо немножко пережить, перетерпеть. Будут хорошие дороги, хорошие скверы, парки. Своим кред Александр Винников называет профессионализм и компетентность. Сегодня, по его словам, важно, чтобы полицейские своевременно реагировали на каждое обращение жителей. Что касается кадровых вопросов, большой производственной чистки, заверил генерал, не предвидится. Российские мусульмане теперь смогут получать религиозное образование самого высокого качества на родине. На церемонии открытия Исламской академии в Татарстане побывал Михаил Бабич. Он отметил, главная задача ВУЗа – создание общероссийской мусульманской площадки для взаимодействия отечественных мусульманских организаций и выработки единых подходов к трактовкам священных текстов и организации жизни российских мусульман. Это позволит успешнее противодействовать распространению радикальных и экстремистских течений, которые активно пытаются втягивать российских граждан в террористическую деятельность, подчеркнул Палпред. Развитие в Болгарии Исламской академии федерального уровня соответствует поручениям президента Владимира Путина по итогам совета при президенте о создании условий для развития трехуровневой системы исламского образования. Помощь ближнему объединяет сердца. В Самаре проходит уникальный многонациональный марафон по сдаче донорской крови. Стартовала акция возле Дома дружбы народов. Охотно ли самарцы идут помогать тем, кто так в этом нуждается, расскажет Лариса Шалафаст. В первый день многонационального марафона поделиться своей кровью пришли в основном студенты. Сначала желающие стать донорами проходят прием у терапевта. Потом экспресс-анализ крови. И если все показатели в норме, приступают к самой процедуре. После новоиспеченные доноры пьют сладкий чай с печеньем. Сдавала первый раз. Очень понравилось. Помогайте, пожалуйста, людям. Многонациональный марафон проходит в Самаре впервые. В акции принимают участие представители всех крупнейших религиозных объединений. Важен сам человек, который приходит и издает кровь для людей, которых в принципе не знает. Мы же наперед не знаем, кого мы спасем. Армянина, татарина, казаха, еврея, русского. То есть самый главный момент, что именно спасем. Сейчас большого дефицита на станции переливания нет, но запасы пополнять нужно регулярно. Больше всего востребованы вторая и третья группы крови. Присоединиться к многонациональному марафону может любой желающий. В пятницу станция будет работать на площадке Самарской соборной мечети. Финальный день акции пройдет в субботу утром в соборе во имя святых Кирилла и Мефодия. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков. События. В будни старой Самары в теплых тонах художник Николай Лукашук представил юбилейную выставку. Мастеру исполнилось 60. Писать картину он начал 19 лет назад. Центральное место в его творчестве занимает тема городского пейзажа. По словам художника, в своих полотнах он стремится передать детские впечатления от улиц, дворов, видов на Волгу. Большинство работ выполнены в технике широкого мазка. Их отличает и доброе, и даже трепетное отношение к историческим кварталам. Детали, на которых ставит акценты автор, создают светлое впечатление от картины. Выставку он решил назвать «Теплый город». Теплом веет даже от зимних и дождливых пейзажей. Начал именно с пейзажей городских. Писать Самару. Просто вырос в черте старого города. И вот это впечатление, которое в детстве, оно же всегда как-то, какая-то ностальгия происходит. Вспоминаешь те годы, какой асфальт был там в трещинках, как мы перепрыгивали, чтобы не наступить в классике. А теперь коротко о других темах дня. В Ленинском районе Самары во время пожара погиб мужчина. Трагедия случилась во вторник вечером в доме номер 40 по улице Владимирской. На седьмом этаже загорелись домашние вещи. Площадь сгорания составила 10 квадратных метров. На тушение выезжали 28 пожарных и 6 единиц техники. Огонь им удалось ликвидировать в течение 20 минут. По предварительной версии, погибший мужчина 66-го года рождения. Причины пожара и смерти человека устанавливаются. В Самаре 17-летнего парня подозревают в умышленном нанесении тяжких травм прохожему, от которых пострадавший скончался. По данным правоохранителей, на улице Центральная подросток поссорился с 33-летним мужчиной. Во время завязавшейся драки несовершеннолетний нанес мужчине травмы, от которых тот скончался. Тело погибшего обнаружили родственники, которые и обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Тонущего мужчину спасали на Волге напротив молодецкого кургана. На пульт дежурного МЧС поступило сообщение о том, что требуется помощь мужчине, байдарку которого перевернула высокой волной, и она тут же наполнилась водой. Из-за сложных погодных условий жизнь человека оказалась под угрозой. Для оказания помощи к месту происшествия направили двух спасателей. Уже через 7 минут они подняли мужчину с воды на борт спасательного катера, а байдарку взяли на буксир. 53-летнего пострадавшего доставили на спасательную станцию, где он смог обогреться и просушить одежду. Дополнительный набор в детские сады пройдет в Самаре. Как сообщает Департамент образования города, родителям необходимо до 7 сентября проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной системе управления региональной системой образования. Это можно сделать, обратившись в один из детсадов, указанных в заявлении, или в МФЦ. О наличии свободных мест можно узнать на сайте Департамента образования города. В воскресенье во время празднования Дня города в районе второй очереди набережной будет ограничено движение транспорта на нескольких прилегающих улицах, а также запрещены парковки и стоянки. Так с 9 утра до 11 вечера нельзя будет проехать по Ложскому проспекту от улицы Ульяновской до улицы Лесной, по улице Лесной от Ложского проспекта до Осипенко, по Полевой от улицы Молодогвардейской до Ложского проспекта, по Чкаловскому спуску от улицы Молодогвардейской до Ложского проспекта и по Маяковского от улицы Молодогвардейской до Ложского проспекта. Кроме того, на территории, прилегающей ко второй очереди набережной, будет запрещена продажа спиртных напитков. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Самара – мощный финансово-экономический центр страны. 63-й регион становится главной площадкой для крупнейших федеральных банков и мировых корпораций. От Швейцарии до Китая на фестиваль «Золотая репка» приедут лучшие театры России и зарубежья. «Остаться в живых» в Самарском доме молодежи прошла акция «Память Беслан». На этом наш выпуск завершен. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова